Встреча с Алексеем, замечательным человеком, который в воле случая и судьбы оказывается в нужном месте. Это время имеет цикличность и повтор. Последний раз мы встречались три года назад, ровно на этом месте. Кто успел посмотреть видео на канале Алексея, успели насладиться моментом цветения сакуры, так называемым у нас, или моментом прекрасных мгновений. Мы продолжаем эту замечательную традицию. Сегодня у нас опять встреча под сакурой. Сегодня мы думаем, сегодня мы мечтаем, сегодня мы рассуждаем, сегодня мы молчим. Молчим в наблюдении, молчим с нашими мыслями наедине. О чем же мы молчим сегодня? Сегодня мы молчим в таком интересном качестве человеческом, как терпение. Что же есть такое терпение? И что такое есть нетерпение? Это то, что сегодня в частности волнует нас и меня. Что дает терпение человеку? Оно, несомненно, дает. А не отбирает. Интересная жизнь наша человеческая. За бегом, за попытками что-то догнать, с чем-то торопиться, мы часто теряем в кажущихся мелочах что-то очень важное, что-то очень важное для нашей жизни, для развития нашего. И происходит это по одной личной причине, что есть такое понятие человеческого устройства, как ум. Ум, который постоянно требует объяснений, ум, который постоянно требует ясности, ум, который постоянно требует понятности, ум, который возбуждает ту самую панику внутри нашего сознания. Ум, как результат того, что проявляется то самое нетерпение. Вы, наверное, много раз ловили себя на мысли о том, что есть ли что-то вам сразу непонятно, есть ли что-то вы не можете предугадать, предсказать, то часто это вызывает у вас такое беспокойство и панику. Ну, в женской части нашей это объяснять не надо. У некоторых это прям состояние такое беспокойство. И оно обоснованно беспокойство на завтрашнем дне. Тут важно очень понимать, что, конечно же, тут имеется в виду только одна сторона. Но любой стороны есть вторая сторона. Это терпение. Когда один человек говорит, ну, скажи, скажи мне, что там будет дальше, что? А вторая говорит, ну, потерпи немножко, и мы все узнаем. Я чувствую, что все будет хорошо. Все будет, несомненно, хорошо. Но первое это время его теребит и говорит, нет, я не могу там, я не могу ждать. А вторая говорит, ну, ведь это надо же подождать. Вспоминаем сказку нашу про Василису Прекрасную. Все помнят, что случилось, когда, к сожалению, не без провокации, Иван был вынужден сжечь лягушачью кожу. Соответственно, не подождать три ночи и три дня. Ну, и какие там потом беды начались. Хотя Иван, конечно, справился. Ну, это такая маленькая ремарка, потому что об этой категории состояния человеческого, о терпении, надо много думать, рассуждать, что к этому приводит, и что это дает, или какое качество это рождает в нашей жизни. Поэтому мы сейчас с вами, используя инструменты и материалы Востока, напишем символ терпения. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Примечательно, что данный символ состоит из двух частей. Первая часть – верхняя, вторая – нижняя. Первая часть переводится как «ха» или «лезвие», «острие». Вторая – «шинг» или «кокоро» – «сердце» или «душа». Очень важное понимание того, что символическая передача, она наиболее точно и полно дает нам возможность почувствовать даже по-русски, о чем идет речь. Острие души, да, то есть терпение – это есть тот самый момент, который позволяет вам в течение вашей мысли использовать максимально эффективно, точно, как взмах мяча. Один раз и не более. В нужное место, в нужное время, с нужной силой. Вообще, что такое мысль? Мысль, наверное, мы назовем это – одна из характеристик энергии, используя которой, соответственно, человек способен управлять событиями. Поставим многоточие, многие додумают уже дальше, после вот этого посыла. И получается, что… Ну, почему я говорю, да? То есть, думая, мы не просто творим какой-то процесс. Думая, мы посылаем это место, то есть объект ваших мыслей или обдумывания, есть реципиент вашей энергии, которая исходит от вашего существа. Будьте осторожны, будьте внимательны и будьте собраны в своем терпении. Успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...